Здравствуйте, дорогие подписчики, подписчицы и гости канала. С вами, как всегда, Оксана. Приветствую вас на канале Беженца Абсурдистана. Благодарю, что нашли время просмотреть это видео. И сегодня я пытаюсь раскрыть тему о том, почему тяжело оправиться после выхода из отношения с нарциссом. Где же, как говорится, собака зарыта? Начиная эту тему, хочу еще раз напомнить, что никто не имел права над вами издеваться. Жизнь ваша бесценна. Никто не имел права вводить вас в триангуляции, обесценивать, подвергать разного вида психическому насилию и превращать вашу жизнь в ад. А теперь мы постараемся разобраться, что же со всем этим делать, когда мы уже поняли, что все основное случилось, что нам, как нам все это дело пережить. Значит, когда вы выйдете или вышли уже из отношения с абьюзером, с нарциссом, с психопатом, с каким-то еще сумасшедшим, при выставлении своих границ может создаться ложное впечатление, что вокруг только нарциссы. Причина этого в том, что, естественно, общение с нарциссом или с каким-то деструктивным человеком – это следствие нелюбви к себе. И, скорее всего, вокруг вас есть люди, у которых нет границ. Именно поэтому общение с нарциссом стало нормой, потому что до него уже были такие. Токсичные люди могут быть на работе, это могут быть ваши соседи, это могут быть ваши знакомые. Это просто люди без границ, с негативной энергией. Но нарцисс отличается от токсичных людей тем, что нарцисс будет всегда планировать какую-то подставу для вас с целью увидеть ваши страдания. Да, мы можем говорить, что он это делает, что он не получает кайф от ваших страданий, что ему по итогу нужен контроль, но, тем не менее, общение с нарциссом приведет к вашей боли. При том, что общение, например, с токсичной сотрудницей которая будет рассказывать вам каждый день о том, какое у нее плохое настроение, не приведет к вашей боли. У вас просто будет неприятно это слушать, или она будет сливать на вас какие-то свои эмоции. То есть токса и нарциссы отличаются тем, что нарциссы всегда что-то планируют против вас, в то время как токсичные люди нет. Это важно понимать, чтобы не было желания, знаете, закрыться дома, все нарциссы, все, смысла жить нет. Нет, есть токсичные люди, их много, но это неумение вести себя, это отсутствие этикета, это отсутствие каких-то норм поведения. Это хорошо, в принципе, видно, если посмотреть, допустим, программу «Пусть говорят», да, там таких людей много. Это отсутствие границ, это отсутствие каких-то моральных норм, умения сдерживать себя, да, и так далее. Значит, как только вы, все-таки возвращаясь к тому, почему тяжело оправиться после отношений с нарциссом, когда вы выйдете из этих отношений и увидите ту яму, в которую вас пытался загнать нарцисс, будет ощущение, что да не, не может быть. Да нет, ну зачем кому-то это делать? Зачем кому-то так играть с моей жизнью? Да люди так не делают. Да это не надо никому. Ну зачем? Ну зачем ему меня подставлять? Ну зачем ему делать так, чтобы я обанкротилась? Зачем ему то? Зачем ему сё? Что-то так не делают люди, так люди не живут. И постепенно придёт понимание, что какие-то люди так живут, что есть люди, которые играют в игры, и даже не с целью получения, извлечения финансовой выгоды, как казалось бы, да, в криминальных сводках, а просто чтобы выиграть у вас, да, что есть люди, которые могут притворяться, люди, которые могут играть, разыгрывать перед вами представления, да, о неземной любви, для того, чтобы… и как бы вам будет казаться, что ваш партнёр, исходя из позиции логики, что ваш партнёр хочет для вас лучшего, так же, как и вы для него или для неё, да, но в случае с нарциссами это не так. Так, и в этот момент, что происходит с вами, если вы не знали о теме нарциссизма, да, вот вы, раз, вас нарцисс бросил, да, допустим, или вы его, если он у себя уже что-то там произошло, от реангуляции и всё остальное. И всё это дело, весь этот процесс приводит к тому, что страдают ваши когнитивные функции. То есть в какой-то момент вы не сможете доверять себе. Первое, что делает человек, не зная о теме нарциссизма, он начинает искать аж вину в себе. Ну, ещё, естественно, нарцисс ему подкинет, скажет, это ты виновата, это из-за тебя всё произошло. Помнишь, ты мне кофе не сделала, да, как было в моём случае. Поднимание всего ужаса придёт тогда, когда пройдёт время, и вы поймёте, что этот человек оставил вас умирать. Вот в момент, когда всё уже случилось, да, и прошёл какой-то период времени, и вы увидите, что этот человек с самого начала пытался вас подставить, что он с самого начала, он или она с самого начала что-то планировал, что привело бы вас к полному разрушению. Вот тогда начинается страшное. Да? Что мы сейчас дальше обсудим? В этот момент, в том числе, я не могу определить сознание того, что всё, что вам говорил нарцисс во время ссор, мне, например, как-то человекоподобное сообщило, значит, Оксана, у тебя много жизней, и на мой невинный вопрос, о чём ты, дорогой? В смысле много жизней? Мне было сказано, что нет, что он, значит, пошутил, да, не обращая внимания. Но, тем не менее, значит, мы, в принципе, можем сделать вывод о каких-то планах этого персонажа в отношении меня, да, ну, пазл постепенно сходится. В этот момент у людей, естественно, у людей приходит часто агрессия, да, начинается гиперзащита, и ничего страшного, пускай это будет. Вы должны пережить эту травму теми способами, которые вам доступны. Единственный, вот, честно, совет от меня, постарайтесь сделать так, чтобы вы, как человек, как вот ваши какие-то определенные законы, ваши внутренние моральные ценности и так далее, чтобы они не пострадали, чтобы вы не стали такой же сволочью, да, не оскотинились, не превратились в нарцисса, в социопата, там, ещё во что-то, да. Пережить это можно и нужно, и опять-таки дальше мы поговорим, как. То есть многие люди после нарцисса, у них начинается гиперзащита, они начинают творить что-то подобное, и мы понимаем, что они такими не были, да, и что это результат действия нарцисса. В принципе, если с человеком происходит что-то подобное, то нарцисс будет ходить потом радостно, показывать пальцем и говорить, смотри, это я с ней такое сделал, это она из-за меня такая стала. Поэтому, конечно, подобного удовольствия мы не можем доставить человекоподобным, да. Подводя итог, да, если спустя время вы всё равно по-прежнему останетесь человеком негативным, то это приведёт к тому, что нарцисс победит. Мы дальше обсудим. Вы никогда уже не станете прежними, но сохранить в себе энергетику, ваш темперамент, ваши моральные ценности вы должны. Другого пути нет. То есть, когда вы, когда будет желание уйти в негатив, уйти в месть, да, отыгрываться на окружающих и так далее, поймите, что вот этот опыт общения с нарциссом это шанс вам разобраться в себе и понять, кому вы можете давать своё время, кому вы можете давать свой ресурс, кто достоин того, чтобы вы допускали этого человека в жизнь, а кто нет. Здесь важно не обозлиться на всех, а научиться менять своё поведение, менять оценку, менять то, как вы видите разные ситуации. Так, дальше. Ещё, значит, последствия непередных, которые наступают после завершения отношений с нарциссом, ну или, может, даже, да, скорее при завершении отношений. Это когда человек перестаёт себе доверять. Человек решает, ну раз это со мной произошло, то я, ну раз это со мной произошло, да, я же не смог увидеть проблему, я же не смог увидеть, что это сволочь. Опять-таки, для этого я когда-то переводила видео, которое было на прошлом канале, перевод профессора Вакнина, лекция о том, почему важно доверять себе, да, как устроено доверие и так далее. Я видела, эта лекция была переведена на дробноканалах русскоязычных, уже, ну как бы, да, впоследствии. Поэтому, чтобы закрыть вот это желание себя виноватить из-за того, что вы доверяли человеку, посмотрите эту лекцию, поймёте, как устроен процесс доверия, почему это встроено в нас. И профессор Вакнин говорит в этих видео, что банковская система строится на доверии, да, что, в принципе, очень многое в этом мире строится на доверии. Если бы не было доверия, то, собственно говоря, ничего бы не было. Да что уж там говорить. Если у вас, допустим, у вас, не знаю, там что-то случилось, вас забирают санитары, да, увозят вас в больницу, не знаю, там сердечный приступ или что-то, вы же им доверяете, что они нормальные. Понимаете, мы же не можем всё начать ставить, подвергать вопросу и, значит, подвергать сомнению. Тогда, в принципе, мир остановится. Поэтому здесь важно понять, что даже с самыми умными мира сего это может произойти. Вот мы не знали, да, что нарцисс тот, кто он есть. Вот мы, значит, доверяли. И здесь важно понять, что когда вы находитесь в отношениях с нарциссом, это как односторонняя сделка. Вы должны давать, да, а нарцисс, собственно говоря, вот ничего. И это вначале будет делаться скрыто, потом более открыто, да, но в итоге отношения с нарциссом приведут к тому, что это будет сделка в одностороннем порядке. И здесь обязательно нужно понять, что когда вы входите в сделку, в какой-то контракт с кем-то, где только вы что-то должны, то это неизбежно приведёт к предательству, потому что другого конца просто быть не может. Да? Ну и, конечно, момент предательства всех ранит с разной степенью тяжести. Кого-то может ранить так, что, опять-таки, да, повторяюсь, человек может из этого не выйти никогда. И здесь важно понять и принять, что вас обокрали. Что отношения с нарциссом это просто отношения с вором. Это отношения с кем-то, кто постоянно по чуть-чуть или не по чуть-чуть будет вас обворовывать. Что же крадёт у нас нарцисс? Нарцисс крадёт у нас невинность. Определение невинности сейчас будет на экране. Я его для вас в дополнение прочитаю. Невинность – это нравственная чистота, отсутствие знания как о хороших, так и плохих сторонах жизни, отсутствие опыта и оцены. Нарциссовая ворует вашу невинность. И... И самое страшное в этом всё, что когда всё закончилось, и вы пойдёте к людям, к общим знакомым, к друзьям, к родственникам, и будете рассказывать, что на самом деле происходило, очень часто вы будете слышать, что уверены, что так было. Так он же нормальный. Так я ж его знаю давно. Да ты чё? Да не может быть! Да он нормальный чел! Или она нормальная женщина, да? И здесь мы должны с вами максимально сконцентрироваться и помнить, что абьюзер, неважно, психопат, это социопат, нарцисс, кто угодно, он относится, он никогда не даст окружению узнать, что происходит внутри его семьи, отношений и так далее. То есть он к жертве будет относиться совершенно не так, как он относится ко всем остальным. Здесь я приведу вам пример, который я уже приводила ранее на прошлом канале. Когда, зайдя в банк, значит, я увидела, что к нарциссу, я была тогда с ним, да, к нему подошёл какой-то дед слепой и стал, чуть ли не по запаху определил, что это он, и стал, значит, благодарить его и рассказывать, что спасибо, значит, вы мне так помогли. На мой вопрос, а кто это, да, оказалось, что это, значит, один из пассажиров, которых товарищ подвозил, и он ему и сумки относил, и чуть ли там, знаете, кашу манную, да, не готовил. Ну, совершенно другой человек, ну, просто вот слепой в банки подошёл, прям как к сыну, понимаете, при этом человек мог себе позволять совершенно невероятные вещи. Единственное сравнение, которое мне приходит в голову спустя время, это слово отморозок. По-другому это чудо назвать никак нельзя. Значит, люди, естественно, ну, как, не совсем естественно, но в большинстве случаев начнут на вас косо смотреть. Поэтому здесь, конечно, важно найти какую-то группу поддержки профессиональную. Либо это врач, допустим, психолог, да даже психиатры прекрасно вам помогут, да, более мягко выйти из отношений с нарциссом, вернее, сгладить, да, вот какие-то вещи, которые наступают потом. Если это друзья, то это должны быть друзья, которым вы доверяете. Если это группа поддержки, то это какая-то группа поддержки, ну, допустим, в социальной медиа, да, где вы, где вы тоже будете чувствовать безопасности, где любая информация, которую вы предоставите, не будет использована против вас. Поверьте, жертва это очень лакомый кусочек для каких-то абьюзеров в дальнейшем. Поэтому всё-таки моя личная рекомендация максимально быстро принять на себя ответственность за то, что с вами произошло. Я не говорю о чувстве вины, я не говорю о том, что вы должны себя начать виноватить, но сказать себе, что я это допустила и больше со мной такое никогда не произойдёт. Да, это очень важно. Это поможет вам выйти из жертвы. Потому что жертва это просто вот в современном мире на жертве можно делать деньги, с жертвой можно внушать вину, с жертвой можно как-то подкрасться, да, и предложить помощь. С жертвой можно делать всё, что угодно. Поэтому здесь важно нарцисто хрен с ним, но вам потом, если будете в жертве, у вас появятся экстрасенсы, бабки, гадалки, всё, что угодно. Какие-то психологи, которые вас, значит, предложат вам 150 тысяч сеансов, да, по 50 долларов и так далее. Здесь важно принять ответственность на себя за то, что с вами произошло. Когда же наступает страх? Что же приводит к PTSD, да, к пост травматическому стрессовому этому расстройству? Страх приходит в момент, когда вы понимаете, что вы начинаете видеть что-то такое, чего вы раньше никогда не видели. Страх начинается тогда, когда вы видите реальность такой, какая она есть. Когда вы понимаете, что криминальные сводки, которые показывают по телевизору, они не происходят на другой планете, они, возможно, происходят даже на соседней улице. Когда вы понимаете, что мир не такой уж замечательный, да, и мы не в детстве, где мама защитит и папа защитит. Когда вы начинаете понимать, что есть люди, которые могут жить с вами годами и втихаря травить вас, изменять вам, и по итогу желать вам смерти. И эти люди будут притворяться вашими друзьями, гнобить вас по чуть-чуть и так далее. Вот именно в этот момент, когда вы понимаете, что все немножко не так, как вы себе представляли, наступает страх. И этот страх приводит к PTSD. Что в этот момент вы начинаете думать, а я вообще что-то хоть знаю, а я знаю то, что я должна была знать к своему возрасту. А где я вообще живу? Я помню замечательный комментарий одной из подписчиц, которая послушала лекцию Вакнина «Как манипулировать нарциссом». Я помню, первая ее перевела на ютубе, потом уже были другие переводы, да, и когда я перевела эту лекцию, подписчица сказала, она сказала, «Оксана, раньше у меня были вопросы, а сейчас я хочу просто закричать, остановите землю». Вот, собственно говоря, вот такие эмоции приводят к PTSD. Но опять-таки с этим справиться можем. Дальше, естественно, постепенно придет понимание, что вот эта токсичность, да, она была и в вашем детстве, и в школе, и в институте, и с друзьями, и так далее. Просто вы жили с этим и не понимали, что происходит. Возможно, вы искали какую-то вину в себе, вы велись на эти провокации, да, и не понимали настоящих причин, настоящих мотивов людей, с которыми вы общались. И теперь вы как бы проснулись. Понимаете, вы теперь всегда будете видеть то, что вы должны видеть, чтобы стать мудрее. если бы мне, у меня, например, спросили, Оксан, ты бы хотела всё вернуть, и ты бы не имела эту информацию? Спросите у себя, хотели бы отмотать время и прожить жизнь, не зная в итоге, что есть вот то, что есть. Мой ответ. Я бы хотела, чтобы это всё было, конечно, полегче, да, и раньше закончилось, чтобы не терять столько времени на этот мусор. Но, в принципе, информация зашла хорошо, урок был дорогой, как говорил знакомый адвокат, он мне говорил, Оксана, все дорогие уроки стоят дорого. Поэтому я вам скажу это сейчас тоже, что любой дорогой урок, он стоит дорого. Вы просто заплатили за очень дорогой урок, заплатили своим временем, здоровьем. некоторой даже судьбой, урок вы должны усвоить хорошо. И урок этот приведет к тому, что больше не позволит вам принимать участие в тех событиях, которые по итогу могут вас ранить, могут вас убить, могут принести вам какую-то боль. Эти знания приведут к тому, что в принципе дальше жизнь будет нормальная, спокойная, классная. Но а не обладая этими знаниями, вы бы так и продолжали искать оценку, бегать, спрашивать у токсичных людей, скажи мне, как тебе мое платье, как тебе моя прическа, и так далее. И вам естественно кто угодно мог бы портить настроение. Здесь важно помнить, что для мотивации, что если у вас есть вариант понять, где вы слишком много давали, незаслуженно, где вы возможно ошиблись с выбором, ну как невозможно тысячу процентов вы ошиблись с выбором, если вы сидите на этом канале. Ошиблись с выбором, что-то не увидели, где-то отнеслись слишком поверхностно, и подумали, ладно, справимся, то у вас есть шанс изменить свою жизнь и дальше жить иначе. У нарцисса нет выхода. Нарцисс никогда не поменяет свое поведение. Нарцисс никогда не сделает каких-то изменений, какой-то корректировки. Нет, нарцисс всегда будет, я вам гарантирую, что вот вы сейчас смотрите мое видео, а нарцисс наш совместный бежит куда-то в поисках какой-то новой ситуации, которая приведет к точно таким же ужасающим последствиям, такие были собственно говоря ранее. Нарцисс всегда убегает от этого процесса познания себя, понимания, где были ошибки, где что-то сделало не так, как подкорректировать что-то, как лучше понимать людей, как видеть манипулятора. Нарцисс этого никогда не делает. Поэтому нарцисс постоянно бежит из огня до полымя, это принцип жизни нарцисса. И я вам гарантирую, что где бы сейчас нарцисс не находился, его поведение не просто опасное и зловредное, но это поведение еще приведет к каким-то ужасающим последствиям. И в принципе, ну, скорее всего, мы их не увидим, потому что социальная маска, потому что для нарцисса очень важно, чтобы вы не узнали, что там происходит. Ну и напоследок, вы никогда не станете прежними после отношений с нарциссом и даже не стремитесь к этому. потому что прежних вас могли обмануть. Вас, вышедших из отношений с нарциссом, понявших, как, где вы не обращали внимания на красные флаги, поняв, что такое личностные границы, поняв, что такое самоуважение, да, чего, я вам гарантирую, если вы были с нарциссом, вы перестали уважать себя. Нарцисс всегда тянет в грязь. Если вы были с нарциссом отношения дольше, чем две недели, вы можете даже ничего не говорить, я знаю, что было падение в грязь, что он позволял себе что-то сказать вам, вы начали позволять, то есть он вас провоцирует, вы реагируете, даёте обраточку, да, и так далее. Это всё иллюзорная реальность. Это всё ни к счастью, ни к любви, ни к здравому смыслу не имеет никакого отношения. Поэтому после отношений с нарциссом очень важно понять, сделать ставки на личностные границы, на понимание того, что такое уважение, и начать нужно уважение к себе, себя начать уважать, да, и вспоминать постепенно, кто вы и что вы, чего вы хотите. Но для этого у меня есть замечательный этот метод, который мне когда-то помог, это метод пяти желаний, который через силу, через не хочу заставит вас чего-то хотеть и вспоминать кто вы. Ну, а нарцисс никогда не поменяется. Нарцисс, если он с вами делал какие-то определенные вещи, например, он изменял, он будет абсолютно как под копирку делать то же самое в новых отношениях, только с одним небольшим но. В каждых новых отношениях нарцисс ведет себя хуже, чем в предыдущих. Надеюсь, это видео поможет вам немножко закрыть гештальт, довериться мне и дать времени все расставить на свои места. На свои места. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. Да, еще дополнение насчет доверия и насчет предательства, чтобы немножко помочь развенчать какие-то иллюзии. Когда у меня удалился канал, естественно, я испытала шок. Думаю, вот это я без мозгов. Это ж надо. Это было полтора года моей жизни. В принципе, можно было наблюдать по тому каналу, как менялось лицо, как менялось настроение, как менялось, как менялось вообще все, как вот полностью от начала до конца, как человек выходил из, и принимал, да, как наступало принятие реальности. Но я не испытывала боли при потере канала именно потому, что я это сделала сама. Не было предательства. Вот если бы ко мне, например, подполз бы нарцисс, втерся в друзья, а потом бы раз и на кнопку нажал, я бы думала, вот, я пустила его или ее в свою жизнь. Допустим, подружка какая-то, да, я пустила свою жизнь, я доверилась, и вот, вот они вот так сделали, да, и ударили канал. Мне было бы больно. Это я вам для того, чтобы вы понимали, насколько сильно может просто убить предательство. и в момент, когда вас предали, постарайтесь максимально взять ответственность на себя. Не надо брать никакую вину, там, я, я, я виновата, как я могла, да что со мной не так, да, нет, 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 просто установка должна быть, я сама допустила вот этих уродов в мою жизнь. Почему-то я допустила нарцисса, я не, нормально не посмотрела его вообще значимую роль в моей жизни, потому что многим из вас нарциссы запудрили глаза, да, они сделали себя более значимыми, чем они есть. Но опять-таки понимание этого придёт через время. чтобы выйти из этого всего, я не хочу сказать быстрее, потому что спешка здесь не нужна, ну, более продуктивно, что ли, вы должны взять ответственность за свою жизнь, себя, может быть, в первый раз. То есть позиция «он сделал со мной то ли это», да, это прекрасно, только мы можем любую из этих позиций поменять, сказать не «он сделал со мной», а я, чёрт возьми, позволила какой-то дряни творить вот такое в моей жизни. Понимаете, это разные позиции. И здесь я вас настойчиво вам рекомендую посмотреть видео, где я сижу в рыжем парике, оно было где-то неделю назад, значит, я придумала наконец-то образ для этой женщины, будут её звать Лилиана Лукова, да, и в этом видео, где я сижу в рыжем парике, я отвечаю манипуляциями. Если вы ещё раз внимательно просмотрите это видео, то фразы вы можете, просто можете, я выписывала фразы, значит, у инстаграмных психологов и психологов с Ютьюба. все ответы, которые давала вам Лилиана Лукова, они были заранее написаны на листочке. Я давала разные манипулятивные ответы, но при этом, если вы обратите внимание, Лилиана Лукова не жертва. И что меня просто поразило, я до сих пор удивляюсь, значит, как блогер вам скажу, какое бы видео я ни сделала, всегда есть такие комментарии из серии Оксана, вы просто мужчина, но вы не можете в себе это принять. Или Оксана, вы такая травмированная, мне вас жаль, да, вот что-то вот такое всегда есть. Так вот, к Лилиане Луковой не было ни одного токсичного комментария. То есть, у токсичных людей, которые любят хейтить, да, Лилиана Лукова для них нормально. Они не видят в ней жертву, понимаете? Потому что пока я сижу, вот рассказываю, что такое нарциссизм, как вам преодолеть боль и так далее, токсичные люди думают, что меня можно укусить. и точно так же в вашей жизни, да, вот вы будете эмпат... То есть, они видят эмпатию как слабость. Так вот, в Лилиане Луковой, в рыжей бабе в парике, где тут эта парик у меня лежит, вот в этой Лилиане Луковой токсы жертву не видят ни одного негативного комментария, хотя прошло уже достаточное количество времени. Это вам так, на заметочку подумать. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok